Серёжа-пастушок пограет, грань-надров Серёжа, все вебрино рожает! 9 часов 3 минуты, понедельник, 6 июля. 10 часов 3 минуты, понедельник, 6 июля. Нравится вам натовская погода? Ну как, я по ней скучаю, вы же знаете. По натовской погоде? Да, я же откуда, вы же помните. Из НАТО? Нет, я из Танкт-Петербурга. Хоть музыкой согреться. Там всегда натовская погода. Конечно. Хоть музыкой согреться, ужас. Я вышел сегодня 8 градусов, выше, слава тебе Господи, не ниже, а выше нуля сегодня. 8 градусов у меня было, а? Да, ну каково? Ну таково, что завтра 20 будет, так что всё в порядке. Погода самая натовская, ей-богу. Это с НАТО метёт, это оттуда нам. North Atlantic Treaty Organization, НАТО называется. Понимаете, Северная Атлантика, это когда оттуда надует. Разве оттуда что-нибудь хорошее надует когда-нибудь? Ну, понимаете, всё время какая-то мокротень оттуда, вот эта натовская серость, натовская мокротень, натовская сырость, натовская промозглость, натовская неуютность абсолютно. С другой стороны, совершенно натовские какие-то, может быть, смутные ощущения, что хотелось бы выпить тёплого Грога, например. Завернуться в плед. Это так, по-натовски. Да. И качнуться в кресло. Со среды будет нормальная погода, спокойно, среда 8-го, Обама улетит, погода восстановится. Всё будет хорошо, 25 градусов будет в среду. Значит, у нас два дня начальник мира приезжает, главный директор мира приезжает. Вы в курсе? Ну, конечно, всё же пишет об этом. Сегодня в 13.20 главный самолёт планеты привезёт главного начальника планеты, планетарного начальника. И планетарный начальник, значит, будет с Медведевым, с Медведевым, с Медведевым, потом завтра утром с Путиным. Потом там посередине он будет всё-таки, как я, видите, моя протекция сыграла роль. Всё-таки он встретится с Немцовым в результате, ну, там, напишет некоторые газеты и так далее. Значит, ещё с Каспаровым. А Лимоновым не взяли, а почему так? Может быть, какая-то фамилия? Почему, почему, почему? Нет, почему Лимоновым не взяли? Ну, взяли Каспарова. Каспарова с Немцовым берут, согласно некоторым газетам, в оппозицию, а Лимоновым не берут. Что это за несправедливость? А он просился на этот вопрос? А как, надо, что ли, письмо писать? Послушай, Обама, Обама вносит раскол. Обама вносит раскол. Тщательно, очень, очень тонко Обама вносит раскол. Вы обратили внимание в его интервью в новой газете? Да. Вы обратили внимание на все интервью, которые он дал, на все реплики, которые он дал перед поездкой в Россию? Обама тончайшим образом, тончайшим, просто скальпелем, таким, похожим на, похожим на альпинистский топорик. Возможно, сам того не ведает. Говорит о том, что Медведев, Медведев хорош, потенциально хорош, то есть, не безнадежен. А Путин, в общем, плох. Здесь он вносит раскол. Здесь он вносит раскол, да, Обама? И вторая вещь, которую он тонко, тонко оперирует, это что Каспаров хорош, Немцов, мол, что тут скажешь, а Алимонов-то нет. Понимаете, в чем дело? Вот здесь тонкость. То есть, он так это тонко показывает, кто хороший, кто плохой. Но обидно же нам за плохих-то. А? Ну, нам, конечно, мы всегда же поддерживаем. Давайте поддерживать плохих, ей-богу. Теперь против хороших, что ли, выступать? Тогда тоже абсурд получается, понимаете? Да. А? Несоответственно. Хорошо, хорошо. Давайте, 9 часов 8 минут. Разучимся на минуту, вернемся, будем говорить о безопасности, о безопасности этого визита. Русская служба новостей. Радио РСН. Коррупция. Титаны общества. Ежедневно на русской службе новостей выходят аналитические программы под этим претенциозным названием. Но, черт возьми, как же это на самом деле серьезно. С 18 до 19.00 лучшие говорят о главном. Титаны общества. Хороших и плохих с точки зрения американского посольства. Кстати говоря, это я сделал, на самом деле, практически. Это во время приема? Приходила шпиенка. Ваша работа. Нет. Перед этим два раза приходила шпиенка ко мне. Очень хорошая. Очень, правда, хорошая женщина. Интеллигентная, образованная. Такая вот старая школа. Она прикидывалась. Нет. Нет. Да нет. Ну ничего. Ой, в этой сфере вообще уже все забыли прикидываться. Все, она готовила визит Обамы. Два раза приходила ко мне. Значит, такой вот сидит, ну, час примерно, беседует о политическом положении. Что вы думаете? Что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Я-то знаю их очень хорошо, что она шпиенка. Либо она по собственному госдепу готовит доклад, либо по госдепу еще по другой организации. Своих мыслей нет, поэтому ходит. Либо по другой. Ну, они нет. Они обязаны опросить. Они обязаны опросить. Другое дело, что на это положен исходящий реквизит. Когда шпионишь, ты должен там потом сдать чеки за выпивку и так далее. На самом деле, это я ее поил чаем. То есть, она совершенно не потратилась. Но это, может быть, и плохо. Там надо было сказать в следующий раз. Ланч за ваш счет. Понимаете? Ну вот. Но я и рассказывал, кто хороший, кто плохой, все время про оппозицию. Так. Ну. И чего? Лимонова не взяли в результате, елки. Что это значит? А? Ну, разве это не обидно, окончательно и оскорбительно? Чего? Не отвечает никак. Ну ладно, мы будем позвонить. Хорошо. Что же касается... Мы просто звоним Лимонову. Вот в чем дело, чтобы вы понимали. Ну, конечно, он спит. Он как человек творческий. А позвоните по-домашнему. Ну, шутка ли? Вот домашний. Ну, что же мы по мобильному-то. А он спит, может быть. Нет, нет, не такая спешка. Мы все время звоним Лимонову, чтобы выразить ему соболезнование, что его не взяли к Обаме. Или наоборот он скажет, что это брехня прессы. Наоборот, берут его к Обаме. Понимаете? Да. То, что же может быть. Конечно. То, что пресса чего набрежет? Вы верьте им, этим стервятникам, журналюкам, этим падальщикам. Ну вот. Что, 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 что? Да. Секундочку. Ну, может, и вызвонимся сейчас. Попробуем. Это не обязательно, кстати, будет успешно. Верху ему не обязательно спать дома. Я, например... Нет, ну, слушай, человек может на даче быть. Ну, на даче. Слайд может вытащить провод. Погода такая натурская. И ужасная. И можно где-нибудь, может быть, у костерка сейчас греться. Ну вот. Нет, давайте так. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Знаете, я хотел с Эдуардом поговорить. Это Даренко. Знаете, у нас, наверное, какая-то неправильная информация, потому что здесь такие претенения. Мать честная, как я вас разбудил, милое дитя. Это 917 начинается телефон? Да. Ничего себе. Спасибо. Вы знаете, я не знаю, чем я вам смогу помочь, но я так понимаю, что Эдуард Вениаминович, он очень-очень-очень давно здесь жил. Ах, вон чего? Тогда по мобильнику надежнее, да? Думаю, что да, потому что в течение года звонят, я так понимаю, и могут... Спите дальше, спите дальше, забудьте нас, как кошмар. Забудьте нас, как кошмар. Все, меня не было. Спасибо, спасибо, спасибо. Я разбудил девчонку. Ну что, что у меня есть прощение теперь? Давайте по мобильнику его мучить теперь, Эдуарда. А, мобильник занят, значит, ему звонят все, предупредите, что ему будет звонить Даренко. Вот так, все понятно. Ну теперь, значит, это понятно, в пол Москвы позвонит, ему скажет, что... и так далее. Ну что он как раз с Обамой сейчас разговаривает. А он говорит с Обамой. Обамой говорит ему с борта самолета. Нет. Меня интересует... А? Двадцать раз не удастся с тобой встретиться. Не обижайся, просто график напряжен в следующий раз. А мы тут рассуждаем, что не взяли. Так, короче, Настя, мы не можем все время издеваться над версткой. Верстка-то у нас какая была? Про безопасность. Про безопасность. Давайте. Вы хотели что-то... Кого проверили по маршрутам следования? Секунду. Да. Алло. Да, Алло. Алло, Эдуард, здравствуйте. Ну вот, начинается. Бросили трубку. Так, еще раз. Это не похоже был голос. Это не Двад, а охранник берет, а он спит, естественно. И все, пожалуйста. Да, давайте, нет, все равно давайте позвоним еще раз. Ну что, можно вот я беру трубку? Что делать? Берем линию. Ну. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Ну. Охранник сейчас опять ответит. И что, я в линию вывожу, да? Выключили. Это огорчение. Это свидетельство об огорчении. Вообще это странный звук, может быть, когда-то ошибка. Еще потом наберем, да? Мы наберем снова. Тема простая. Что его не позвали к Обаме. Пожалуйста, Каспарова позвали. Это же действительно. Нет, ну серьезно, это обидно. Ну что вы говорите? Ну я бы на месте Эдуарда, я не знаю, чего бы. Я пошел бы на манифестацию какую-то. Честное слово. Давайте другое. Нет, давайте тогда на пробу. Пожалуйста, вот давайте звонить этот телефон. По этому телефону. Гаре Кимовичу позвоним. Один он пойдет. А как он Эдуарда оставил? Ну вот... Чего? Ну как, они же еще и не встретились. Может, они вместе придут. Ну как, на встречу. А, он скажет, это со мной. Это со мной. Это со мной, мальчонка, со мной. Ну как такое? Кто первый скажет, что он не мальчонка, пусть... Кто скажет, что он не мальчонка, пусть бросит у меня камень? Нет, так нельзя. Нет. Нет. Еще Немцова вдобавок позвоним уже в результате, чтобы нам понять. Я, мое убеждение... У меня есть, на самом деле, один осмысленный ответ на ваш вопрос. Я думаю, что их подводит символика все время. Символика? Внешний вид, да, 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 да. Для посольства? Да. Нет, в смысле НППшное. Ну... Ну, а не потому, чтобы встретиться с ним, а потом пойдут в публикации, что вот Обама встречался с таким. Подожди, подожди, сейчас вот спугнешь. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Гарри, это вы, это Сергей Даренко, здрасте. А, здравствуйте. Да, Гарри, я хотел вас предупредить, что мы звоним прямо из эфира, чтобы это не было сюрпризом. Скажите, пожалуйста, а у вас встреча с Обамой когда намечается? Ну, это не у меня это... У него, ну, хорошо, у него. У него, там 8 или 9 человек. А кто, кто, кто? Вот Зюганов, мы слыхали, Митрохин, вы Немцов, это уже четверо пресса дает. А что-нибудь еще известно? Лукьянова. Наша Лукьянова? Лена Лукьянова, не знаю, ваша... Наша Анаэросеновская, Анаэросеновская, ура! Так, раз. Лукьянова. Так. А мой Гозман. Гозман тоже наш? Ну, я не знаю, в чей, ваш или не ваш Гозман. Наш, 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 наш. А потом пригласили, насколько я знаю, Миронов и Визулину, но вот Миронов, по-моему, в раздумьях больших. Скажите, а почему Лукья... И Павел Рыжков еще. Рыжков, Рыжков, который Рыжков маленький. Ну, Николай, в смысле... Нет, который Владимир. Владимир, который, да-да, извините. Скажите, пожалуйста, а Лимонова-то вот нам жаль, ужасно. Еще раз говорю, это претензии к американскому госдепартаменту. Ясно, но это не какая-то вот разводка, которая призвана рассорить вас с ним. И мы пытаемся, Эдуард, ну... Я еще раз говорю, это вот как бы... Обращайтесь к тем, кто формирует состав этой встречи. На мой взгляд, важно, что... Самое важное, что встреча, состав достаточно сбалансированный, то есть присутствует левая оппозиция. И это, мне кажется, самое главное, что американский президент, он, в общем-то, начинает разговаривать с обществом российским, с его политическими представителями. Абсолютно. А он готов вас слушать, или это будет какой-то его спич, и потом... Ну, я не знаю, я могу только догадываться, как я представляю себе, все участники встречи, наверное, будут какое-то время для того, чтобы высказаться и сказать то, что они считают самым важным. Ясно. А сколько времени отводится? Ну, расписание, по-моему, достаточно подвижное здесь, учитывая, что, в общем, многие вещи, даже в основном, как бы, графики могут чуть-чуть сдвигаться. Я думаю, это будет завтра, там, в районе трех часов, хотя нам точно не сообщили. И по расписанию, ну, где-то час-час десять, наверное. Ясно. За час-час десять, но я думаю, все равно, это больше символ, чем такая вот... Одним словом, если бы мы с вами час-час десять где-то попили чайку, то это одно дело, а другое дело... Ну, Сергей, я думаю, нет, все-таки, вы знаете, во всех случаях, если какие-то вещи будут сказаны, скажем, представителями оппозиции, то потом нельзя уже отнекиваться и говорить, что я об этом не знал. Это верно. Одно дело, когда там об этом докладывают помощники, а другое дело, когда это уже фиксируется во встрече... Да, у Насти, у Насти вопрос, у Насти Аножко вопрос, да, Настя. Да, а скажите, пожалуйста, о чем вы хотите сказать, вот если вам дадут... Ваше заявление. Ну, я не знаю, как быть, я еще не решил точно, о чем я буду говорить, тем хватает. Мне кажется, важным сказать о том, что все-таки в нашей стране сегодня есть политические заключенные. Мне кажется, это очень важно, в том, что сегодня по любым меркам, в общем, считать Россию демократическим государством нельзя, и чем скорее американские президенты перестанут применять политику двойных стандартов по отношению к России, тем лучше будет для всех нас. Нет, а почему? Они скажут, ну вот в рамках нового реализма, ну и ладушки. Ну, вы скажете, в России есть политические заключенные, а Обама скажет, ну и ладушки. Пастутся в новой газете. Это будет проблема серьезная для Обамы, знаете, если он так скажет. Я ничего сделать до отчетки по этому поводу не могу, мне кажется, просто важно говорить то, что нас волнует. Понимаю прекрасно, что, в общем-то, это наша страна, и президент приедет и уедет. Да, спасибо, мы вас не разбудили так как-то? Нет, нет, что вы. Спасибо, спасибо, спасибо за ваше такое маленькое интервью телефонное. Так, слушайте, ну реально, это был Гарри Каспаров, ну реально мне обидно. Слушайте, а зайдите, сейчас будет реклама, зайдите. Он по-английски так простит. Послушайте, нам на русновости.ру только что написали через баннер, что у Лимонова в ЖЖ все объясняется. Зайдите к Лимонову в ЖЖ пока что. Ладно, а мы сейчас разлучимся на минуточку, погнали. Русская служба новостей. Реклама. С наступлением тепла на территории Москвы и Подмосковья установились отличные условия для страхования вашего автомобиля. Программа «Отличная каска» от компании «Контакт Страхование». Тариф от 3,3%. Выплаты до 30 тысяч без справок. Если ваш стаж вождения от 4 лет и стоимость автомобиля от 700 тысяч рублей. Страховая компания «Контакт Страхование». Залон «Контакт Страхование». 276-09-96. 276-09-96. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице «Петр Первый» в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане «Романов». Завтрак в постель. Хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4 250 рублей. Сутки на одного гостя. Выходные в гостинице «Петр Первый». Уазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Вас обвинили. Вас обязали. С вас взыскали. Вы не согласны. Русская служба новостей готова пересмотреть ваше дело. Каждый будний день в 11.30. Народный адвокат. Звоните. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. С Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Обзор печати начинается с обзора ЖЖ. Значит, мы возошли все-таки к Лимонову. Мы правда очень жалеем, что его не позвали. Потому что, посмотрите, Каспарова позвали. Кого позвали? Из наших. Я записала. Из наших. Смотрите, позвали. Зюганова. Зюганов наш. Потому что я в его организации состою. Раз. Митрохин. Всех наших. Иросеновских позвали. Значит, Зюганов наш. Ну, реально наш. Он у нас тут бывает и все такое. Митрохин наш. Иросеновский наш. Обама всех наших послал. А что он-то говорит? Значит, дальше. Лукьянова Елена. Наш автор. Реально. Реально. Лукьянова Елена. Мы ее выпистывали. Просто выпистывали. Выносили. Понимаете? Нет? Конечно. И она практически сестра моя единоутробная по РКПРФ. Елена Лукьянова. Да. Наша. Пойдет, пожалуйста. Каспаров. Что вы говорите? Он наш. Он наш автор. Он только что был в эфире. Каспаров идет. Пожалуйста, очень хорошо. Гозман наш автор. По понедельникам в 18 часов идет. То есть это собрание РСН. Понимаете или нет? Да, конечно. К Обаме. Миронов. Какой Миронов? Миронов. Миронов. Говорит, что не хочет идти. Это Каспаров сказал. Совсем недавно. Который, да. Миронов Сергей. Самый, да. Видимо, да. И он еще не хочет идти. Он наш РСНовский. Ёлки. Рыжков только. Рыжков маленький, не РСНовский. Я его не видел здесь за год. А что он не ходит к нам? Почему Рыжков? Назло не ходит. Специально, чтобы пойти к Обаме и сказать, я единственный, кто не РСНовский. Ну, пожалуйста, единственный, кто не РСНовский. Рыжков маленький. Все остальные нашинские. Потрясающе. Что? О чем он говорит? Им надо пойти всем в футболках, соответственно. Символик РСН, да. А что Лимонова не взяли, смотрите. За это, что он на РСН не ходит, смотрите. Значит, он говорит, меня не взяли, р-ру-ру, тр-та-та, но не важно. Только неопытный глупец может стремиться к подобной встрече. Это он и про Каспарова, соответственно. Смотрите, я настаиваю, что считаю любую встречу с президентом иностранной державы, как очень нежелательную для оппозиционного политика. Только неопытный глупец может стремиться к подобной встрече. Ра-ра-ра и так далее. Только остолоп может пренебрегать чувствами соотечественников, пишет Лимонов. Теперь, ну, а фактически-то его не взяли. Теперь он, правда, есть какая-то брошенность, покинутость и объяснение, почему он сам не хотел, правда? Честно говоря, я не знаю, а что бы он там сказал. Вот тут был большой вопрос, а что там сказать? Сказал «Сталин, Берия, ГУЛАГ» или там «Ханде Хох, Гитлер, Капут». Ну, что-нибудь такое я уже сказал. Давайте обзор, конечно, будете делать или нет? Да, конечно, если вы мне позволите. В конце концов, наконец-то, эта ножка будет работать. Дайте я пойду, я себе чайку заварю пока. Да, несколько изданий представили интервью с Бараком Обамой. Ну, например, российская газета, как всегда, ну, еще и с Дмитрием Медведевым. И новая газета опубликовала тоже интервью с Бараком Обамой. Вопросы были отправлены через интернет, и также в письменном виде получены ответы. Там Барак Обама отвечает на вопрос, видит ли он Соединенные Штаты в качестве главного виновника и провокатора мирового финансового кризиса? И Барак Обама, конечно же, отвечает, что нет, потому что все участвовали в построении финансовой жизни планеты Европы, Соединенные Штаты, Азии. И все-все виноваты, все вместе. В результате все пишут газеты в той или иной степени о том, что вот сегодня прилетит Барак Обама к нам. Под разными углами смотрят на эту предстоящую встречу с Дмитрием Медведевым. Но пока факт встречи не случился, мы не будем останавливаться. И дальше другие новости. В Ингушетии было произведено одно из самых дерзких покушений. Девять человек погибло, десять ранено. В субботу вечером это произошло. Пока каких-то данных о боевиках, никаких крупных разоружений не произошло. Но Рамзан Кадыров говорит, что люди, совершившие нападение, скоро-скоро найдут свою смерть. Об этом практически все издания «Время новостей» вообще выносят это на первую полосу. Енина Соколовская из Киева пишет, что лишенный депутатской неприкосновенности депутат Лозинский, которого обвиняют в охоте на людей, возможно скрывается на территории Российской Федерации уже некоторое время. То есть приличное количество дней, об этом говорят его друзья, но точно это неизвестно. Об этом пишут «Известия». Ведомости поднимают тему Курила. Оказывается, теперь Совет Федерации завтра рассмотрит по инициативе Миронова возможность дать жесткий отпор закону принятому японским парламентам об исконности японских земель. Речь идет о спорных островах, четырех Курильских островах, про которые все знают. «Комсомольская правда» рассказывает, как люди экономят вместе, сообща, объединяясь в группы. Семьи оплачивают свои покупки через один чек, получают соответственно сумму более 50 тысяч рублей, тут же скидку в 15%, причем находят друг друга через социальные сети. Также все больше популярностью пользуется сообщество попутчиков, когда люди, живущие в одном доме, в одном районе, в одном дворе, едут вместе примерно в один тот же район, где они работают. Таким образом экономия бензина может как минимум в два раза сделаться, и за неделю вы будете потратить не бак, а всего полбака. Об этом «Комсомольская правда», а российская газета и еще газета «Газета» рассказывает про жену разведчика, которая устроила утечку. В Фейсбуке жена назначенного на должность исполняющего руководителя, исполняющего обязанности руководителя МИС-6 выкладывала в Фейсбуке в открытом доступе фотографии семейной фотографии, также отмечала на карте все перемещения, адреса проживания и так далее, и не прятала под замок эти записи. Теперь в Великобритании политики обсуждают, насколько это может повредить его дальнейшей работе, но при этом он, надо сказать, он дипломат, его фамилия Сойерс, об этом все знают, и ничего секретного в этом нет. Поэтому министр иностранных дел Великобритании говорит, что ничего страшного, а некоторые депутаты британского парламента считают это недопустимым. Затем у нас еще про то, как русские жены бегут от иностранцев-мужей, эта тема почему-то сразу в нескольких изданиях именно сегодня. Из-за Беленькой, я вам скажу, из-за Беленькой, наконец-то по Беленькой есть решение, и, конечно, нам, русским мужчинам, в смысле, ну, одним словом, славянским мужчинам, я как гунхет Сиу и все остальное все-таки причитаюсь до известной степени. Нам довольно чудно, что вы хаживаете за иностранцев. Да, вот, и это Игорь Мальцев. А вы не хаживали за иностранцев? Нет, конечно. А мы спросим женщин, кто хаживал за иностранцев. Игорь Мальцев очень едкую статью написал, и как бы вроде как поставил на вид русским женщинам вот эту вот манеру еще потом разводиться, прихватывать деньги и детей возвращаться сюда. Это статья в «Известиях». МК рассказывает о том, что в России скоро появятся трансгенные леса, повышенная плотность древесины, а также ускоренный рост. Все это сделано для осин и берез, скоро их будут высаживать именно для того, чтобы спасать настоящие осинные березы и вырубать именно их, то есть трансгенные леса потом, просто с целями производства там этих всяких древесных материалов, а не те леса, которые на самом деле растут просто так, с самоосадом, так сказать. И еще все написали о вот этом слете в Селигере, мы все знаем, там лагерь так называемых наших. Нет, там все теперь, и Кеменко же делался всех ней теперь. А многие по инерции пишут, что наши, ну неважно, а медведев... Нет, даже коммунистов запустили на развод, чтобы нашим по роду править. Даже там известные, да, инструменты. Нашим надо по роду править, и коммунистов чуточку дали. Не без сарказма и иронии... Я понимаю, да, Сергей, сейчас я расскажу. В МК не без сарказма и иронии Сергей Фиклюнин, что-то мне говорят о том, что это псевдоним, он там побывал и рассказал про то, как там местные жители свидетельствуют, что каждый год этот лагерь разбивают, потом все уезжают, все бросают как есть, местные жители растаскивают все, ну, естественно, по своим домам, а на следующий год все приходится бедняжкам отстраивать по новой организаторам этого лагеря. В общем, непонятно, то ли это растрата, то ли глупость, то ли измена, непонятно. Потом, ну, и Фиклюнин нашел самое бесполезное изобретение, которое было представлено на этом слете. Селигера, чистилка для ушей, что-то в этом духе, какие-то сомнительные шутки, надписи на туалетах. В общем, смотрите МК, очень... Вот МК, пожалуйста, послали МК в Селигер, чтобы вдохновиться, вдохновиться, а он по туалетам пошел. Ну, что ты будешь делать? 9.30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Послушайте, значит, про Борг пишут очень интересную историю, Настя, про то, что Борг, может, никакая не немецкая фирма. А почему вдруг прозрель-то? Она никогда не была же немецкой. В смысле, она зарегистрировалась в Германию? Как и ряд других, собственно, призывателей. Она могла бы зарегистрироваться в Конго. Например, Конго Кеншаса. Или это, который Заир. Или Конго Браззавиль, например. И была бы конголезская фирма, что ли? Нет, сейчас, как стало известно ведомостям, федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении компаний Борг Электрик, Виндзор Корпорейшн и Витес Франц. И все. Потому что ФАС, наш ФАС, подозревает, что эти фирмы вводят покупателей в заблуждение, указывая, что производят свои товары в Европе. А на самом деле они производят их ни в Европе, ни в какой. Понимаете? Не дайте угадаю, где они производят. Ну, где? В Китае. Это ясное дело. А мы и знали это всегда. Понимаете? Вы помните... Ну, там что написано? Made in. У Сорокина в опричнике, помните, где сказано, что начальник едет на мерсе? Как там? Намерение? Намерение. Намерение. Только на настоящем китайском мерении. Не на погоне европейской, а на настоящем китайском мерении. Я понимаю, ФАС бы возбудилась, если бы, знаете, как в фильме Кинзадзаш. Что же это? Ни одной буковки, ни одной made in. А так-то там написано, что сделано в Германии, но мы-то знаем, что это в Китае, за это и покупаем, что она настоящий, китайский мерен, типа, понимаете, да? И так далее. Очень смешно. Очень смешно. Мы знаем, что это китайское все. Никто ничего не делает. В Германии там сидит юрист, я так понимаю, и на счетах щелкает. Ну, это еще для того, чтобы прибыль шла в Германию. Правильно? Очень удобно. А, да. Ну, конечно. Ну, прибыль туда откатывается. Ну, а потом в виде покупок, как вы любите говорить, там эти всякие косметологи и так далее, массажисты, они же уже здесь получают. Массажисты, конечно, 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 массажисты, косметологи, садовники и уборщицы, которые обслуживают олигарха, который производит все в Китае, ну, и так далее. Ну, и все получается, что вы крутите? А я пытаюсь найти список всех фирм, которые прикидываются иностранными, а на самом деле российские. Пошли на КПРФ. Хотите? Пошли на КПРФ. Все. Мы переходим к КПРФ, мы переходим к Геннадию Ильичу Зюганову, который в прогрессивных молодежных кругах часто называют Папа Зю. Папа Зю, это ласково ведь. Как вы относитесь к этому? Вы считаете, в этом издевка есть или... Да нет, я уже, знаете, так привыкла, что у меня сразу ассоциация с фамилией Зюганов. Папа Зю. Да, я даже не могу оценить, это издевка или неиздевка. Это современная молодежь, как вы знаете, она пытается актуализировать персонажей, и Папа Зю в этом смысле невероятно актуализирован в молодежной среде именно под этим именем, потому что я должен сказать нашей старшей аудитории, которая уже в возрасте, что речь идет о Геннадии Андреевича Зюганове, выдающемся государственном деятеле. А в свою очередь я должен сказать для молодежи, чтобы они поняли, кто этот товарищ, что это Папа Зю, известный вам широко. Да, очень хорошо. Так слушайте, он, значит, теперь нам рассказал о том, каковы должны быть кадры. Зюганов выступил на третьем пленуме ЦК КПРФ, который в субботу прошел в подмосковном поселке Московский, и он обсудил с соратниками, как вырастить новых управленцев. Теперь смотрите, осталось полтора миллиона специалистов в возрасте от 60 до 70 лет, которые, по мнению Зюганова, держат страну. То есть они 60-70 лет, джентльмены, ну и леди, конечно, они должны быть тщательно учтены, говорит Зюганов, и привлечены для передачи опыта. Причем акцент сделать на производство и академическую науку. То есть Геннадий Ильич здесь себе отчасти противоречит, что правда же, да, есть противоречия. Смотрите, они уже держат страну на своих плечах, и для этого их нужно разыскать. Ну да, да. То есть они тайно держат страну, тайно, тайно держат страну на плечах, полтора миллиона специалистов. То есть они никакую страну не держат, одним словом, переводя на русский. То есть их надо скорее всего разыскать, чтобы они сделали с этими держателями страны. Дальше. Вторым резервом должны стать люди, сумевшие за истекшие 10-15 лет получить образование и сделать свершенную карьеру. Это я, небось. Так, дальше, слушайте. Им, считают коммунисты, придется выводить страну из кризиса. Это нам, вам. И мне тоже удалось получить образование в последние 15 лет. Я знаю, да. По подсчетам Зюганова, таких в России сейчас 4-5 миллионов набежало уже, смотрите, берем по максимуму 5 и полтора, 6,5 миллионов уже приличных людей. Представляете себе? Есть с кем поговорить. В возрасте от 30 до 60. От 30 до 60. Я вписался. Я вписался. Молодец. Юных россиян Зюганов отнес кадром освоения. То есть мы их должны освоить, эти кадры. Юных россиян мы должны освоить с Зюгановым. Да, это от нуля до 30, я так понимаю. От нуля до 30 мы их освоим постепенно, говорит Зюганов. Мы их постепенно освоим. Я абсолютно принципиально согласен с этим. Другое дело, что не надо торопиться. Что вы? Первыми упадут самые беспомощные. Я не знаю, за видом находящиеся в беспомощном положении граждане. Кажется, освоенным КПРФ. Значок примут, да. А, слушайте. Значит, дальше. Зюганов говорит несколько очень-очень противоречивых вещей. Я хотел вот это обсудить и совсем серьезно. Зюганов говорит противоречивые вещи. Он с одной стороны зовет в бой, с другой стороны постоянно как бы осаживает. Например, он говорит, что мы, я сейчас просто, а вот например, просто я хотел по цитатам, знаете ли, чтобы не ошибиться. Лидер КПРФ напомнил, что большевики набирались политического опыта на баррикадах, в тюрьмах, ссылках и эмиграции. Значит, соответственно, видимо, из этого напоминания следует, что современный коммунист тоже должен быть на баррикадах, в тюрьмах, ссылках и эмиграции. Однако же, в другом пассаже Зюганов говорит, что нужно предостерегать соратников от авантюризма. Он призывает все-таки быть поосторожнее с авантюризмом. То есть, наоборот, не идти на баррикады, в тюрьмы, ссылки и эмиграцию. Стараться не ходить, не надо туда ходить. С другой стороны, это место, где правильного опыта можно набраться. Но, с другой стороны, не надо набираться опыта, уже черт с ним, потому что авантюризм это хуже. Дальше еще. Порочный принцип, кто не с нами, тот против нас, следует забыть. Понимаете? То есть, союзничать, говорит Зюганов. Союзничать и взаимодействовать. Не отвергать, не отвергать все другие силы. Даже если есть принципиальные расхождения, могут быть попутчики. Вот смысл этот, да? Дальше. В то же время Зюганов сказал, что бациллы, соглашательство и предательство в партии сохраняются. Есть там бациллы? Ну, без бациллы нельзя. Как вздохнул, так и бациллы. Тогда не дыши. Ну, в смысле, вздохнул и бациллы... Он бациллами сразу целых людей называет? Да, 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 партия, тело партии огромная. Фамилии не назвал, бацилл. Нет, не назвал. Тело партии огромное, а человечек, маленький человечек, он выглядит рядом с телом партии, безусловно, как бацилла, мне кажется. Бациллы соглашательства и предательства в партии сохраняются. Итак, мой вопрос на самом деле. Насколько КПРФ оппозиция? Я просто, знаете, вот так в лоб хотел задать вопрос, и мы разлучимся с вами на рекламку небольшую. Смотрите, КПРФ, да, это оппозиция, 660-0691, 660-0691. КПРФ Зюганова, это оппозиция, 660-0691, полноценная. Нет, КПРФ Зюганова, это не оппозиция, это что угодно еще, это что угодно еще, но это не оппозиция, 660-0692. КПРФ Зюганова, это оппозиция, 660-0691. КПРФ, Зюганово, что угодно еще, только не оппозиция. 660-0692. Вернемся через минуту. Стоимость размещения 4250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Уазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительное с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Секреты экономики. По вторникам в 8 вечера. Андрей Бунич. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Что творится с нашей экономикой? Кто виноват? Что делать? Все тайное станет явным. Андрей Бунич. На Русской службе новостей. Секреты экономики. В эфире Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Погнали. Итак, мы спрашиваем, погнали. Мы спрашиваем вот о чем. Мы спрашиваем КПРФ Зюганова на пленуме. Теперь на пленуме. Заявила о том, что улица выйдет на первую линию борьбы, заявил Рашкин. Например, нужно готовить молодые кадры, которые умеют завладевать улицей. Добиваться исполнения решений, которые проведет митинг. На митинг, например, говорит взять Лубянку. И, значит, должны быть молодые кадры, которые войдут в окна Лубянки и возьмут Лубянку. Ну, понятно, да? То есть вот что имеет в виду Рашкин. Власть вот-вот упадет. И коммунист... Падет она, власть-то. И коммунистам останется лишь подставить руки. Объявил Черняховский, профессор международного эколога политологического университета, который тоже КПРФ. А нет, наоборот, нет, извините, он в качестве политолога оценивает это. Вот он никакой. Дальше. И так далее. Революционная ситуация может наступить в любой момент. Она объективна. Пока ее нет, мы объективно ее ждем. А пока как она вдруг сделается, так мы должны мгновенно реагировать. Вот что косвенно это я торактую. Слова господина Обухова из ЦК КП товарища Обухова. Какое полное ощущение параллельной реальности. Да, так вот, слушайте, КПРФ действительно, КПРФ Зюганова, это действительно оппозиция. 660-691. КПРФ Зюганова, это что угодно еще, только не оппозиция. 660-692, позвоните, пожалуйста. Это просто звонок на московский номер. Ничего вам за это не будет, никаких денег. Мне кажется, даже мобильники не успевают сработать на оплату, потому что это звонок меньше секунды. 660-691. КПРФ Зюганова, это оппозиция. 660-692. КПРФ Зюганова, это что угодно еще, но не оппозиция. 660-692. Несколько звонков. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Да, алло. Здрасте. Меня зовут Евгений. Да, Евгений. Я считаю, что КПРФ Зюганова в настоящее время уже оппозицией не является. Нет, да. Докажите, докажите. Я в свое время чуть ли не вступил в КПРФ. Это в 90-е годы еще было. Так. И, в общем-то, я уже работал, приходил в Южно-Бутово, в Ячейку. Да. Ну, я понял, что люди устроились достаточно хорошо. Конформисты. Причем пожилой сектор. Я был самый молодой. Мне там было 33 года в то время. Самый молодой. И у них разговоры такие были, в общем-то, как сказать, неконструктивные. Они, конечно, собирали в основном деньги на помощь тому или иному члену. А, ну, в смысле, у себя, внутри. Да, да. Как-то я... Ну, это вас... Вас нельзя так разговаривать, как... Спасибо, Евгений. Евгений, прерывайтесь все время. Спасибо, Евгений. Евгений в качестве изобличения сказал, ну, меня не убедил реально. Вот, правда, не убедил. Потому что, как бы, получилось, что они там собираются, разговоры разговаривают и собирают друг дружке деньги. Ну, как раз и говорит о том, что у них есть какая-то горизонтальная солидарность. Другое дело, что, может быть, Евгений хотел бы их чаще видеть в каких-то политических мероприятиях. Ну, неважно. Давайте. КПРФ Зюганова. Останавливаю голосование, потому что всем дико интересно узнать результаты. Правда же? Смотрите. Бабах, я останавливаю голосование. Спасибо. Значит, у нас 28,1 процента. Настя, давайте пишем. Пишем. 28,1 процента полагают, что КПРФ Зюганова до оппозиции. 28,1 процента. 71,9 процента полагают, что КПРФ Зюганова что угодно еще, но не оппозиция. Я не хотел, потому что там гамма, большая гамма терминов есть. Соглашатели, марионетки Кремля вот мне пишут. И так далее. Реально не оппозиция. Они всех обманывают. Значит, одним словом, поскольку ругань против КПРФ или негативные оценки разнятся, то я именно так ставил вопросы. 71,9 процента, почти 72 процента полагают, что КПРФ Зюганова это что угодно еще. А вот это что угодно еще, это что? Что угодно еще, это что? Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна Александровна из Москвы. Татьяна Александровна, прошу вас. Татьяна Александровна, скажите, это что-то еще, это что? Нет, я не об этом, извините, хочу сказать. О чем? Я хочу, потому что было высказывание против того, что КПРФ оппозиция. А я хочу сказать, что... Оппозиция. Конечно, оппозиция. Вот, Татьяна Александровна. Посмотрите, как они голосуют в Думе и против кого они борются. Против единой России, которая всех задавила. Понимаете? И они все равно продолжают эту борьбу. Посмотрите итоги голосования по любым актуальнейшим вопросам. Кто тогда оппозиция, если не КПРФ? Это мое мнение. Спасибо, Татьяна Александровна. Давайте теперь послушаем врагов КПРФ. Почему? Сейчас объясню, потому что их больше, а мы должны узнать, как они, дефиниция какая. Татьяна Александровна призывает нас посмотреть на голосования, которые обнажают истинную сущность. А голосование, Татьяна Александровна утверждает, всегда за народ и против единой России, которая, наоборот, тогда против народа и чего хочешь. Значит, я все-таки, смотри... Татьяна Александровна, давайте, мы с вами убедили или нет, я не знаю, но 71,9% говорят, что КПРФ никакая не оппозиция. Хоть тогда... Но что-то еще. Это что-то еще, что, спрашиваю я. 7881070. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. В нынешнем состоянии КПРФ очень напоминает коммунистическую партию начала 500-х годов, когда вожди находились в эмиграции, проживали в основном на средства... Но однажды они приедут из-за эмиграции, а может, они внутренние эмиграции теперь? Ну да. Так вот, получается, они в таком зачаточном состоянии... А они ждут революционной ситуации. Они говорят, как только грянет революционная ситуация, говорят, до нее, говорят, не моги шевелиться, не моги. Замри и и жди. Да, поэтому они напоминают сейчас некое ООО КПРФ. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, смотрите, объяснение на это есть очень простое и очень правильно. Революционная ситуация есть объективная ситуация, говорит, согласно учению. Понимаете? Это как приход мессии. Приход революционной ситуации не наблюдается в результате укола или еще чего-то. Приход революционной ситуации наблюдается объективно. Таким образом, объективно и дан нам свыше. Смотрите, не начните картавить, Сергей, я на вас смотрю. Приход революционной ситуации дан нам свыше. Он не может обнаружиться в результате деятельности человека. Приход революционной ситуации есть милость Господня. И в этот-то момент это спорой произрастает. Вот как устроено дело. Никто не хочет согласиться с очевиднейшими вещами, товарищи. Хорошо. Давайте сейчас еще звонок. Я хочу быстро... Ну вот, уже 49 минут. Смеетесь? Хоть один кто-нибудь объяснит мне? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать, как вас звать? Это Евгений. Да, Евгений. Я вот сейчас скажу очень кощутственную вещь, но вы не удивляйтесь. Хорошо. Когда если Капарея, по главе Зюганова, будут умолять взять власть, они любыми путями отвинчатся, но ее не возьмут. Я вам объясню, почему. Почему? Потому что они могут взять при наличии революционной ситуации. Вот, подслушайте. Чего они не возьмут? Которая дана нам свыше. Потому что это жуткая ответственность. И не дай бог, если что-то пойдет не так, народ вообще коммунистической партии этого не просит. Понял. Им очень удобно находиться в оппозиции. Отсюда все льготы, все прочие, ну, вы понимаете, циары. Но власть им не нужна. Ну, сопротив... Евгений, вот мы с вами сопротив революционной ситуации ничего не моем. Ничего. Нет ее. И точка. Ну, может быть, и так. А, видите, вот всех я обезоружил. Потому что все правильно сказано. Ибо сказано древними. Ибо сказано древними. Еще в рукописях берестяных. Еще в найденных свитках. В дощечках шумерских сказано. Понимаете? В глиняных. Что без революционной ситуации не моги. Не моги, говорит. Жди ее, говорит. А ибо, когда дана будет, узнаешь о ней. Узнаешь сам. Узнаешь. Ибо явлено будет тебе и сказано в пророчествах. Поэтому Зюганов, он и ждет, когда она хряпнется. Мол, а он говорит. О, смотри-ка. Революционная ситуация. День 51. Погнали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в сложных и безнадежных стадиях зависимости. Главное, что уже после первой процедуры пропадает желание принять алкоголь или наркотик. Звоните 787-03-03. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Копить и беречь? Или транжирить и не считать? Наши отношения с личными финансами. Каждый понедельник Дмитрий Зимин и лучшие экономисты в программе «Личный счет». В 8 вечера на Русской службе новостей. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9 часов 53 минуты. Лев Быстров на связи с нами. Лев, чего ждем? Доброе утро. А вот как нам едет, вы, наверное, не в курсе. Да, в курсе, конечно. В курсе, да. Вот. Но ждем мы, на самом деле, сегодня, скорее всего, опять очередного открытия вниз. Потому как за те длинные выходные, которые мы видели на рынке, у нас из-за упирившегося доллара резко просели цены на товарно-сырьевых рынков. В первую очередь, конечно же, нефть, за которой у нас наблюдает весь рынок. Сейчас страна, фактически. Вот. Бренд опустился до 65 с половиной долларов за доллар. И, соответственно, у нас на этом фоне, при также красных всех показателях, у нас и мировые фьючерсы, и Азия сейчас торгуется преимущественно вниз. Вот. Мы сегодня также ждем... Это потому, что сейчас Обама в воздухе, а вот когда он приземлится, прольется на нас индекс. Потому что Обама индекса точит. Из него точится индекс, конечно. Вот. Ну, будем на самом деле... Это свершится чудо. Вот. Ну, на самом деле, действительно, скорее всего, к этим заявлениям мы в течение недели будем прислушиваться. Но у нас, с другой стороны, еще на этой неделе начинается сезон очередной отчетности по крупным компаниям мира, в частности США, которые, на самом деле, могут тоже очень серьезно повлиять на ход торгов. Но пока что у нас все перспективы на ближайшее время все-таки пока больше распродажи, чем покупки. С грустной, с грустной. Расстаемся с Львом Быстровым, аналитиком фондовой биржи РТС. Хорошего дня вам, тем не менее. До свидания. До свидания. Натовская погода, прилет Обамы, индексы вниз. Черт его знает чего. Поехали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. И потом, когда Света Матвеева вошла в студию, готовится к эфиру и говорит, мальчик, говорит, впервые за 43 года выиграл. Мать, так ему сколько? 50 этому мальчику? Ну, скажите, 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 Света. Впервые в истории у имблдона наш человек выиграл за 43 года из-за сиян. 43 года долбился, теперь выиграл мальчик. Нет, до него 43 года долбились, а ему повезло. Подождите, у нас сейчас в движении. Спасибо. Погнали. Слушайте, в движении, в движении, в движении. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. В движении. Где едете, что видите? Расскажите нам о движении в Москве. 7-8-8-107-0. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. Да, Роман. Ну что, как Роман? Ничего, нормально пока. Спасибо, Роман. Где, где, где? Побед будет хуже, я думаю. А вы предпринимаете какие-нибудь тщательные меры? Какие-нибудь невероятно продуманные меры? Да, я постараюсь обязательно закончить пораньше и уехать. В эти два дня не ходите в Ридс-Карлтон. Обязательно. Ладно? Новая Рига на въезд тяжело. Да. Вот Амкад в этом районе. В обеих сторонах так, в принципе, вроде едут. Спасибо, спасибо. Вы предпринимаете какие-нибудь меры по поводу вот этого приезда Обамы? 13-20 приземлится и начнется мрак, жуть, красота. Я думаю, 10 тысяч одних сотрудников в форме, без форме. Ну, вообще всех. В штатском. В штатском, без штатского. Как хочешь, 10 тысяч одних сотрудников выгонят на улицу в честь приезда. Они будут все махать перьями, я думаю, опахалами какими-нибудь из перьев. Что-нибудь такое. Ура, ура, ура. В Бантустан едет начальник. Ура. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Да, Наташа. Дмитровка стоит от большой академической забутырки в пуху. Спасибо. Хорошего дня вам. Послушайте, я хотел сказать быстро, пока меня не остановили. Еще. Этот случай на МКАДе сбили. Я хочу пожаловаться на гайцев самим гайцам. В воскресенье на МКАДе сбили инспектора ГИБДД. Инспектора ГИБДД надо отдать им должное. Абсолютно отчаянные, не считающиеся со свойствами биологических, биологи, с биологией совершенно не считающиеся храбрые люди. Знаете, что они делают в рамках идиотизма? Они, например, становятся, когда спускаешься в пойму Крылатского, вот туда к каналу, спускаешься в пойму, да, Настя, там кусты огромные, гигантские, резкий поворот. Значит, в этом резком повороте ты идешь, например, в правом ряду 60, объясняю, потому что в левом несутся 80-90, а ты идешь 60 в правом. Понимаете, да, о чем я говорю? Да. На 60 ты выныриваешь из-за куста в повороте, перед тобой мент стоит, мент живой, натуральную величину стоит перед тобой в правом ряду, в твоем, как идиот. И он стоит посредине ряда. Ты, конечно, лупишь, ну ты смотришь быстро, на мгновение, смотришь в зеркало, есть ли куда уйти влево. На самом деле не всегда есть, куда уйти влево. Ты, значит, тогда лупишь по тормозам и въезжаешь так это красиво на полу-юзе, если особенно мокрая дорога, там в двух-трех метрах от мента останавливаешься. В этот момент ты зарыгаешь какие-то вокабулы не очень приличные, а он очень добрым лицом к тебе подходит и такой вмясит. Потом он делает, видит твое лицо ожесточенное, делает лицом такого майора Пронина, такое плакатное, ментовское. И говорит, документики. И скажите, пожалуйста, я чудом раз в восемь не убил мента, чудом, чудом, мне дадут за это медаль? Они идиоты, понимаете, о чем я говорю? Они идиоты, неправдоподобные идиоты, понимаете? Ну если он становится в десяти метрах от куста на повороте, он здоровый человек? Ну как его не убьешь? Слушай, я говорю, я, я, а он меня тренирует, я все время в пол, а если у меня патрубок порвется, и у меня будет потом полный салон ментовского мяса по мне размазанного, зачем мне это нужно? Объясните, пожалуйста. А зачем он прыгает в мой ряд? Кто-нибудь может объяснить? А? Ходить там на цыпочках. А как я отмою потом салон? Как я отмою? Мне что, машину выбрасывать, если мне мент валится в салон окровавленный? Зачем он лезет в этот ряд? Кто-нибудь может объяснить? Он вам звонит, смотрите, сколько звонков. Какой ужас. 9.59. Мальчик победил в Умбелдоне. Пошли. ПОДЁЕМ Десять часов, три минуты, понедельник, шестое июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Доброе утро всем. Здравствуйте, Настя. Настя, которая... Настя сегодня дебют, между прочим. Никто же не знает. Да. Чувал. Расскажите. В 11 Настя принимает корреспондента из Вести, которая будет рассказывать о заголовке дня. Секунду. Доллар пошел 31.33. Смотри сейчас сделки, 31.33, у Насти в 11 придет из Известий корреспондент, которая будет у нас теперь система такая, заголовки дня, в 11 часов приходит газетчик живой, настоящий, потрогать, мы его можем понюхать, как от него цинком пахнет, бумагой вот этой вот. Вот. И он по-настоящему автор. И он за правду будет рассказывать, как он писал статью, как он добывал, как он выковыривал, как он, значит, потом издевался над правдой, глумился и все такое. Сегодня Известия. Правда. Выдергивал из контекста фразы. Как это было сложно. Да, да, да. Нет, ну правда же ужасно интересно. Конечно, конечно. Так мы их видим в бумажках. Так обычно мы читаем, а вот тут послушаем. А тут в самом деле, Элешный. Теперь Свете Матвеевой я забыл рассказать забавную новость, которая до какой-то степени касается спорта, а также межчеловеческих отношений. Колумбийский футболист застрелил ругавшегося болельщика. Прямо во время. Да, во время матча. Вот это не очень понятно. Барранкия. Барранкия, знаете Барранкия? Нет, это что? Это на побережье Атлантическом Колумбии, Барранкия. Ну вот. И там, значит, играл 27-летний житель Исраэль Кастильо. Исраэль этот. Он ругался. Матом? Нет, плохим словом. Он его чемоданом называл. Да, Сергей, серьезно? Чемоданом, да. Малета, он ему кричал. Но смысл этого слова существенно больше. То есть на жаргоне... Ты иди по чемодану на ножку. На жаргоне это, в общем, типа пентюха, так сказать. Ну вот, понимаете? А Хавьер Флорес взял пистолет и застрелил его к чертям собачьим. Потом с места происшествия скрылся на машине. Но позже добровольно сдался полиции. Непонятно главное. В статье не очень понятно. Как он его нашел? Как он держал пистолет и где он прятал пистолет? Футболист, смотрите, на поле. Футболист на поле, понимаете, да? Ему болельщик кричит. Понимаете, что я говорю? Да. Он достает пистолет. Откуда? Может, у него был котелок с собой вместо кролика. Достал оттуда пистолет. Я не знаю. Я не представляю себе. Есть одно место, куда мужчина мог бы, наверное, в шортах спрятать пистолет, но это маловероятно. Это маловероятно. Так вот он достал, но как он перед этим бегал? И тогда, значит, критика была... Если у него пистолет там был... С другой стороны, да. Секундочку. Если у него там действительно был спрятан пистолет, то он действительно передвигался по полю отчасти скованно, делая походку своеобычной. И таким образом он заслужил это ругательство. Ну вот. Тогда его и правильно назвали Малетой. Понимаете, в чем дело? И тогда он действительно законно застрелил, но тот законно ругался. Тогда все молодцы. Света Матвеева нас не слышит, потому что она бы сейчас заступилась за кого-нибудь. Меры безопасности, меры безопасности, меры безопасности. 7-8-8-107-0. Вас проверяли? 7-8-8-107-0. Вы знаете, что проверяли кучу народа в связи с приездом Обамы? Нет. Прямо простых людей. Нет, да, ну нет простых людей, а психов, у кого оружие дома числится. Вот кто по маршрутам проезда, по маршрутам проезда Обамы, кто живет, где будет Обама проезжать? Я бы провезла Обаму обязательно по улице Голубинской, мимо детского садика. Там вот почему не могут проверить, вот это непонятно. Да-да-да, слушайте, значит, смотрите, по маршрутам проезда президента Обамы, начальника планетарного, который к нам едет, посмотреть, как воверенно им в стране живут русские, да. Ну вот, проверят, как русские живут в вверенной им стране. Проверочку сделать. Там по маршруту его проездов всюду проверили психов, неуравновешенных, у кого есть оружие, двустволки и так далее, так далее. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгений из Москвы. Евгений, вас проверяли? Нет, нет, это другой корреспондент. Как это? Сергей. Нет, подождите, а что здесь нет? Я не могу. Другого проверяли, Евгения, не этого. Сейчас там кто-нибудь другой позвонил. Он говорит, нет, нет, секунду, секунду, секунду. Я сказал, проверяли психов и людей с оружиями. Он звонит и говорит, меня не проверят. Сейчас придут. 7-8-8-107-0. Пожалуйста, товарищи, кого проверяли, действительно, приходил участковый, или вы проверяли, ходили. Вы в качестве участкового проверяли. Скажите, пожалуйста, нам о мерах безопасности. Кого проверили, сколько удалось? 7-8-8-107-0, телефон в студии. И что сделали с неблагонадежными? 7-8, может быть, неблагонадежные позвонят. У кого изъяли время на двустволку, у кого забрали. Грозив пальцем. Или ничего этого не было. Тогда. Вот не было этого. Вы живете по линии проезда Обамы, например. Вы живете на Рейнском проспекте. А вы знаете, где эта линия-то? Что, конечно. Он через Внуково поедет? Во Внуково, конечно. И вас, вас недопроверили. И тогда вы сейчас, сейчас мы придем вас и проверим мгновенно. 7-8-8-107-0. Очень много пишут нам при этом. Футболист не во время матча убил, а после. Нет. Тогда так неинтересно совершенно. Тогда не годится. Послушайте, дайте мне, дайте мне почитать, что нам пишут. 7-8-8-107-0. Вас проверяли. Пистолет был в сумке. Зачем же он с сумкой бегал вперед по полю. Ну, хорошо. Вас проверяли. Расскажите нам об этом, пожалуйста. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас проверяли, Николай. Меня проверили. Нормально все. Оружие есть. Оружие есть и не пришли? А есть. У меня завистили, но все в порядке. Нет, в смысле, ну не приходил участковый. Ласково не говорил каких-то слов. Видимо, я у них в другой графе. Вы на Ленинском где-то, да? Еще тонкий вопрос. Сергей, включи, пожалуйста, веб-камеру. Нету веб-камеры. Как это нет? А вот я вот стою, нету. Вот есть. Посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Вот она у нас горит. Голубушка. Прекрасно. Сейчас у меня загорится. Спасибо, спасибо, спасибо. Николай живет по маршруту следования Обамы. И его не проверили. Вот в чем дело. Теперь давайте, кого проверили. Все-таки расскажите нам, пожалуйста, кого проверили. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Вас-то проверили. Нет, меня не проверили. А почему же только... Алло. Да. Я только что по Ленинскому проверил. Здесь сплошная эвакуация автомобилей, которые стоят на тротуарах. Да. А стоит ли под каждой липой, под каждым тополем? Да, под каждой липой, под каждым тополем стоят и... Люди стоят, да? Да. А у них глаза такие, как у сестеров, все понимающие. Все понимающие глаза. Да, все понимающие. Да? Да. Ой, а можно выйти на улицу, помахать там рукой? А можно что-то приветственное изобразить, может быть, сплясать? Я думаю, что нельзя. У меня был один случай, когда я проезжал таким же образом, и ходили люди в штатском, говорили, закрывайте окна и из машины не выходить. То есть спонтанное проявление восторга не надлежит проявлять. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот, пожалуйста, сейчас уже на Ленинском страшный шухер. А потом вы говорите, что русские мрачные ходят все время. А не правда. Да, потом иностранная пресса пишет, что русские мрачноватые, лица у них кислые, и, видимо, несварение желудка. Но нам все время не советуют, понимаете? Ибо нам внушают надлежащие чувства. Но эти надлежащие чувства восторг не... А вот в чем надлежащее чувство русского, встречающего высокого гостя, начальника планеты? В чем надлежащее чувство? Ну, как радушие. Послушайте, внимание, какой радушие. Хлеб, соль. Чего? Вот если, к примеру, я бы взяла бы, вышла бы с буханкой, с улыбкой туда, на Ленинске, встречаясь. С кокошником. Серьезно, да. Меня погнали бы, видите, а я бы искренне. С ганушками бы завезли сразу. Ребеночка бы на руки бы взяла. У нас там канатчиков дачи недалеко. Такой же, зачем ганушник? Да-да. Хорошо. Значит, сейчас разучимся на минуту. Потом еще поговорим о мерах безопасности в связи с приездом планетарного начальника Абарата. Абарата, Хусейновича, Обамы. Да, вернемся через минуту. В эфире «Русская служба новостей». Радио РСН. Футбольный клуб «Спартак Москва» представляет. Эксклюзивная информация о самом популярном футбольном клубе России. Последние новости команды. Интервью с руководством, тренерами и игроками. В программе «Русский Спартак». Специально для болельщиков на «Русской службе новостей». Каждый понедельник. Ведущий Александр Кузьмак. С понедельника по четверг. Ежедневно. В девять вечера. Все главные в отечественной журналистике. Главные редакторы газет, журналов, телеканалов, интернет-ресурсов. В прямом эфире «Русской службы новостей». Понедельник, вторник, среда, четверг. Девять вечера. Главреды на линии. Русская служба новостей в интернете. Русмолости.ру Главные темы дня. Гости эфира. Люди, формирующие информационное пространство. Онлайн-вещания. Блоги ведущих. Актуальные обсуждения. Форум. Ваши вопросы и мнения с нашего сайта. В прямом эфире «Русской службы новостей». Русмолости.ру Все главное сегодня. Русская служба новостей. Радио РСН. РСН. Подъем. Всем, у кого не работает, всем, у кого не работает веб-камера, совет от Велкопоповецкого Козлика. Он пишет, что просто перезапуститесь. Она есть. Он говорит, я перезапустился. И у меня роскошно шепчет веб-камера. Пишет Велкопоповецкий Козлик. Так вот, давайте погнали по поводу Обамы и мер безопасности. Кого все-таки... Кто шмонает, пожалуйста, позвоните нам. То есть, кто ищет, кто беседы проводит. Позвоните нам, пожалуйста, 788-107-0. И кого, наоборот, в свою очередь, отловили и побеседовали. Расскажите нам об этом. 788-107-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Как встречали президента Деголи в Ленинграде в 66-м году. Раскошно все равно, как вас зовут? Как вас зовут? Валентин Андреевич. Валентин Андреевич, давайте. Я случайно был, во дворце в первой студентке был. Потом народа там скопилось. Что такое? А вот ждут Косыгина с Деголи. Он в визитном официальном прибыл. Да. Так вот, я подошел к Кировскому театру опера-балета. И там толпа, так это, с одной стороны, около фарадного подъезда человек 30-40, и с другой. И милиционеры 5-6 штук, там и все. Далее, народ стал скопиться, нас отделили на лишние. Едет какая-то машина, оказалась женщина, жена какого-то чиновника. Далее более. Но в итоге, в итоге, не буду, у вас время дорогое, опоздала машина с Деголием и Косыгином на 40 минут. Ну, к этому времени, уже там отсекли, кого нужно, здесь милиционер-дружинник, а на самом деле... А вам посчастливилось быть освещенным? Так вот, первый вышел в Деголь. Так. Так. Вернее, Косыгин, как хозяин, вышел, и Косыгин пошел к парадным двери. Да. Далее. А Деголь подошел к толпе, где махает флосками советскими и французскими. А Косыгин оказался в метров 15 уже у дверей пора. Оглянулся, он один. И подошел так же, руку через голову милиционера подойдет. То есть, Деголь нуждается в голосах, в популярности. Косыгин не нуждался. И вон, казалось бы, ты хозяин, твой народ тебя приветствует, идет к парадным дверям. А я оказался с другой стороны, около консерватуры, на... Отсеченном. Я по безопасности. Вы были отсеченным, да. На трамвайной остановке. Трамваи не перегораживались. Как ходили, как ходили. Ходили трамваи. И вот в 20-15 метрах я от Деголя и от Козыгина был. Вот вам безопасность. Во! Скажите, пожалуйста, посчастливилось. Заново здесь. Можно ли вам задать вопрос? Посчастливилось ли вам быть отсеченным еще хоть раз с 66-го года? После 66-го года. А чем-то я так не старался? Нет, не было, не было, не было, не было. Ясно, спасибо. С 66-го года человек не был отсеченным. Но тогда он был отсеченным. Трамваи ходили. Это приз неуважения к главе иностранных. По Ленинскому ходят троллейбусы. Интересно. Трамваи ходили. Что творилось? Что творилось? Вот это была демократия, пожалуйста. Да, ведь и не то, что нынче, говорит наш слушатель. Совершенно справедливо. Я спрашиваю о мерах безопасности, которые принимаются сейчас в Москве. Сейчас в Москве вы свидетель мер безопасности. Вы свидетель мер безопасности в Москве. 788-107-0 наш телефон. 788-107-0. Вы свидетель мер безопасности. Нам говорят о том, что по маршруту следования Обамы проверили всех, у кого есть ружья, вообще сейфы, залезли, провели беседы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Я сейчас никаких мер безопасности не видел, но был свидетелем приезда Клинтона. Я жил тогда в том доме, где находится тот самый ресторан, где они любят обедать. И, собственно, выезжая из двора в своей машине, мне под машину бросился один человек в плаще с зонтиком. Я его аккуратно объехал, подумал, пьяный. Через 10 метров в него бросилось еще 20 человека точно так же одет и просил его зонтиком. Из ваших слов создается впечатление, что они ходят будто шахматные фигуры. То есть бросившись, бросившись, он в дальнейшем просто стоит в задумчивости. Он же не шахматная фигура. Смотрите, он бросился, как будто сделал шахмат, фигура сделала шаг. И просто стоит тупо, да? Не-не-не. Он придается ситуативности? Я, честно говоря, был не в курсе и не понял, что. Но потом мне путь преградили, остановили, из машины выгнали. Сказали, не надо ездить. Не надо ездить, конечно, конечно, конечно. Да, вот так у меня была встреча с Клинтоном. Минут через 10 он проехал. Ясно, ясно. Спасибо большое. Сейчас, кто сейчас свидетель мер безопасности, расскажите. Вас допрашивали, вы с вами просили первое время не стрелять. Что с вами делали? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр. Александр, расскажите о мерах безопасности. Как вы стали участником всего этого праздника? Сейчас ехал я по Боровскому шоссе, начиная от Власова. Да, это вот где на перекресток, на окрёкшем и пошёл, да? Стоят, говорят, до самого солнца. Четыре группки насчитал милиционеров, которые по три-четыре человека стоят. Говорят по-английски? Восстанавливали, ну вот такие вот есть. Необычные ежения. Раньше никогда такого не было. Скажите нам, милость, вы слышите, что нам никто не звонит, у кого есть оружие, чтобы с ним провели беседу. Однако пресса рапортует, и я думаю, что... Им запретили звонить на радио, Сергей, в конце. Нет, на самом деле, слушайте, пресса отрапортовала, что милиция отрапортовала, что милиция отрапортовала ФСБ, ФСБ, я думаю, американскому посольству. Все отрапортовали. Да, кстати, дорожная авария большая на Большом Каменном. На Большом Каменном Ауди и Форд столкнулись. Нет, подождите, в районе старца метро Парк культуры в Москве в результате на внутренней стороне Садового кольца пятикилометровая пробка. О как! Зубовский бульвар на съезде с Большого Крымского моста. А тут там Большой Каменный пишут. Спасибо, спасибо большое. Значит, смотрите, что произошло в Насте. Настя, Настя, Настя. Произошло следующее. Это фиктивные, оказывается, фиктивные меры безопасности. Мы должны выявить все-таки, наконец, фиктивность. Никто никуда не ходил, никакие участковые. Участковые доложили, что сходили к людям с оружием. А милиция отрапортовала ФСБ. ФСБ отрапортовало американскому посольству. Американское посольство отрапортовало... Все отрапортовали. Никто никуда не ходил, ясно, это фуфил. Никто не ходил, никого не искал, никого не предупреждал. В дурку не поселял. Все тихо, у всех оружие. А ему в 13.20 надо срочно предупредить, чтобы не сажали в 13.20, чтобы они, может быть, где-то в Петербурге посадили. Через три часа посадка милиция ни с кем не провела беседу. Это значит, это очковтирательство совершеннейшее. Понимаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. С вами провели беседу? Нет, со мной беседу не провели, но что-то вот вы сказали, что какие-то липовые такие меры безопасности. А у меня такое впечатление, что и вот этот пассажир, который к нам прибывает, тоже какой-то не очень настоящий. Да, все игрушечное. Все игрушечное, все игрушечное. Да, спасибо. Значит, у меня действительно, у меня действительно закрались подозрения. Послушайте, 10 тысяч сотрудников, это, возможно, приписка, как на овощебазу, как комсомольцы на овощебазу ходили. 10 тысяч человек в результате 200, понимаете, да? Значит, 10 тысяч сотрудников. С каждым, у кого есть оружие, по маршруту следования проведена беседа. Ни хрена ничего не проведено. Значит, пациенты буйные, всякие, имеющие склонность к нетрезвому поведению граждан, приведены к покорности милиционерами и спецслужбами. Ни черта не сделаны, я так подозреваю. И все это за 3 часа, за 3 часа сейчас. К чему мы должны призвать Обаму, который... Что вы говорите, Сергей, у меня все холодеет внутри. У меня холодеет все внутри. Я вас слушаю, и мне становится страшно. Отковтирательство, ничего не сделано. За 3 часа до прилета Обамы. Что нужно экстренно что-то предпринять? Что мы можем предпринять? Посадить его в Питере? Посадить его в Нижнем Новгороде? Я даже не знаю, может быть, в Шремесе отправить на шикарный аэропорт Шремити? Может быть, все успеют налететь сейчас и быстро поговорить с психами и владельцами оружия? Посадить самолет сразу на Кутузовский праздник. У меня, говорит, ружье лежит в сейфе, никто со мной не проводил беседы. Все равно дурка какая-то. Что это такое, а? Теперь за 3 часа выявляется что-то... Сергей, найдите вы правильные слова. Раз вы все не успели, давайте... У него будет Кадиллакс с двумя пулеметами. Он в случае чего начнет стрелять взад вперед. Взад вперед начнет стрелять. Уходи, уходи. Уходи, уходи. Хорошо, обзор прессы, погнали. Мы выявили страшную вещь. Меры безопасности оказались очковтирательством. 10 часов 22, почти 23 минуты. Погнали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице Петр Первый в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане Романов. Завтрак в постель, хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Уазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Экономика по-русски на этой неделе. С понедельника по пятницу в 12.00 на РСН. Главные экономисты крупнейших изданий вместе с профессором Никитой Кричевским говорят о самом важном, опережая экономические события. В ближайшей программе. Редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин. Экономика по-русски в 12.00 на РСН. Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. «Умные парни» выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. С понедельника по пятницу после 16.00 на Русской службе новостей. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня с Анастасией Аношко. 8 миллиардов за услуги ЖКХ переплатили жители столицы. Изъяны в коммунальных тарифах обнаружила сегодня газета «Известия». О том, в какую трубу ушли деньги москвичей, на РСН расскажет автор статьи дня Анна Гораненко. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11.00 на РСН. С понедельника по пятницу. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем! С Сергеем Даренко. Найроса. Обзор печати. С Анастасией Аношко. И Настя в 11.00 тоже встречает здесь журналистку из «Известий». Настя, давайте скажем всю правду людям. У нас тем очень много. Вот полный компьютер тем. На десктопе тут штук 20. Но мы не успокоились. И мы задали вопрос слушателям. И мы зададим его в 10 часов 33 минуты. На каком уровне мы считаем, что, видимо, меры безопасности оказались очковтирательством. Потому что люди звонят с маршрута следования Обамы и говорят, что никакие участковые с ними не проводили. А у них оружие. Никаких бесед вообще близко не проводили. Мы хотим задать вопрос специалистам по безопасности. На каком уровне должно произойти предательство, чтобы люди из безопасности вывели на позицию снайпера? На каком уровне? Понимаете, да? Думаете, заговор. Ну, в смысле, в случае заговора, то что? Немаш, сейчас обзор прессы. В 10.33 вопрос мой к вам. Специалистам по безопасности. На каком уровне должно произойти предательство для того, чтобы вывести снайпера? Вывести снайпера на позицию, которую не обязательно потом убирать и спасать. Черт бы с ним, со снайпером. Чего он? Одноразового снайпера. Погнали. Обзор прессы. Да, в связи с визитом Барака Обамы сегодня многие газеты опубликовали, не многие, а две газеты опубликовали с ним интервью. Новая газета задала письменные ему вопросы. Он также письменно ответил. Сегодня опубликованы первая и вторая полосы. Барак Обама отвечает на вопрос, считает ли он США действительно виновником мирового финансового кризиса. Никак нет, он говорит, нет. Конечно, говорит, все вместе участвовали, конечно, и Европа, и Азия, и все. Потом про Хударковского спрашивают, опять же, не кажется ли ему странным, что против Хударковского еще раз возбуждается дело. Он говорит, да, странно, но Медведев все равно молодец. Ну и, в общем, другие вопросы. Смотрите новую «Извести». А также российская газета и Дмитрия Анатольевича Медведева проинтервьюировала, и Барака Обаму там, в общем, тоже на целую полосу эти интервью. Он совершенно не случайно приводит там цитату из своей инаугурационной речи, очень важной. И он говорит о том, что если коррупционеры и всевозможные плохие разожмут кулак, то мы пожмем им руку. То есть он, поймите, ведь это же система контекстов, да? Он, пытаясь казаться вежливым, тем не менее, явно дает понять, что он готов пожать руку бывшим плохим, если они сделаются хорошими. Ну да, такая амнистия заочная. Амнистия. И это косвенная форма выпада против руководства России, безусловно. И, кроме того, он отделяет хорошую часть, небезнадежную часть руководства от вполне безнадежной. И небезнадежным он определяет, таким, можно сказать, поощрительно отзывается о Медведеве и критично о Путине. Вот, это уже такой политик, это уже политик. То есть человек действует, еще не приехав. Да. Ну и сегодня, напоминаем, он уже пребывает в районе часа, да? Половина второго уже прилетит во Внуково. 13.20 он прилетит во Внуково. Все... Да, готовность номер один. Новая газета также публикует большой материал, называется он «Сколько стоят пытки, прескурант на разрыв, барабанные перепонки, удаленную селезенку и смерть». На самом деле, речь идет о том, сколько платит государство пострадавшим от действий сотрудников наших милиционеров. Да, 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 да. И, в общем, по всей России была проведена огромная работа, видимо, корреспондентами новой газеты, потому что очень много случаев приведено в пример, когда даже решений суда нету о виновности, либо наказание было слишком или очень мягким, либо никаким, либо условным, а пострадавшим вот выплачивали какие-то суммы в 20 тысяч рублей и так далее. Тут возникает вопрос вот о компенсациях такого рода ущерба физического, в том числе, вот даже летальный исход есть в примерах. Это новая газета. Газета рассказывает о том, как жена разведчика устроила утечку, это заголовок. В Фейсбуке хранилось полное досье на будущего главу МИ-6. То есть высокопоставленные британцы теперь спорят, это ничего, помешает ли это его дальнейшей работе или нет. А если это была спецоперация по сливу, то есть, например, она нарисовала там, она поместила фотографию с портретом их кошки, а на самом деле это была кошка соседа, а потом портрет их собачки, а на самом деле это была собачка, например, Обамы, а потом она канарейку, а на самом деле это была канарейка и так далее. То есть, может быть, она ввела забуждение. Вместо фотографии какого-то мужчины, это был не он. Это был не он, конечно. Вот, да, но спорят, министр иностранных дел Великобритании ничего страшного не видит, говорит, что Сойерс приглашает персонал. Главы разведки Великобритании выложила все данные с адресами, с местами, где учатся дети, все данные, фотографии его на пляже, все подряд про свой образ жизни выложила в интернет. Красавица, ну что говорить, 10 часов 30 минут. Русская служба новостей, новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы с Анастасией Аножко работаем, мы с Настей здесь сокрушались и хотим это обсудить со специалистами по безопасности. Именно со специалистами по безопасности, с сотрудниками спецслужб, с людьми, которые сейчас работают в охранных предприятиях, но, возможно, работали в спецслужбах. Скажите, пожалуйста, вот то, что нам звонят люди, которые говорят, в отличие от прессы, наоборот, что они живут по маршрутам следования Обамы, но никаких беседов с ним не проводились. То есть, вообще, на каком уровне, условно говоря, это может быть халатность, дурь какая-то и всякие такие вещи. 7-8-8-107-0 наш телефон. Но, а для того, чтобы произошло что-то серьезное, на каком уровне должно произойти предательство? То есть, одной халатности достаточно для серьезного происшествия? Или это должно быть на уровне командования какого-то важного, например, чтобы вывели снайпера? То есть, одним словом, эта халатность есть серьезное препятствие к безопасности? И для того, чтобы вывести снайпера, нужно совершенно серьезное, как бы, предательство? Или вот такой халатности может хватить? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Да, Сергей. Мне кажется, что тут не нужны специалисты по охранным мероприятиям. Да. Все поручено товарищу Лужкову. Вот заметьте, в обычной празднике он разгоняет тучи. Сейчас загоняет наоборот. Как только сядет Обама, самолет, тучи хлынут вниз, смоют с чердаков всех снайперов, где сумасшедшие забегут в подъезды, и все будет в порядке. Да нет, спасибо вам за свой обычный юмор, который нельзя не оценить. Но я не думаю, что Юрий Михайловичу что-то поручено в этой связи. Я абсолютно убежден, что курирует этот проект. Во-первых, всюду, во всем мире, в Африке или... Всюду, во всем мире, когда приезжает американский президент, они относятся к стране приезда как к разновидности Африки, безусловно. Поэтому они сами все контролируют. Но вот эти наземные дальние эшелоны на подступах... Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день. Как вас зовут? Артем. Артем. Расскажите нам, пожалуйста, вы имеете отношение какое-то к этому, да? Да. К безопасности? Имел. Имел. Скажите, американский президент, когда приезжает, его безопасность всюду контролируется, конечно, американскими. Больше того, они вооружены американскими службами. Они вооружены, они могут открыть огонь? Могут. Могут. У них два пулемета только в машине президента. А если они по ошибке начнут полосовать? Ну, во-первых, естественно, там их профессионализм достаточно высок, и такая вероятность у нас очень низка. А не обидно? Вот, слушайте, у нас все-таки есть ФСО. И в тот момент, когда ты приходишь в дом, вот я бы приехал к вам, Артем, на дачу. Да. Нарочно с охранниками. И я бы сказал, Артем, ну у тебя тут, я не знаю, по-настоящему я не уверен, да? Пусть у меня всюду стоят мои автоматчики. Ну, то есть система такая, я бы сказал, защита состоит из нескольких кругов, как бы, да? В нескольких уровней. И, соответственно, чтобы в бой вступили непосредственно в службу безопасности президента Америки, нужно, чтобы прошли все наши круги, да? То есть, в результате еще уменьшается. Да, но есть способ пройти сквозь все круги, пронзая круги. Если тебя поставят на выверенную позицию, если ты снайпер, и тебя выставляют на выверенную позицию, на точку. Ну, во-первых, только в теории, возможно. Во-вторых... Почему в теории? Ну, сама система безопасности такова, что предательство, как бы, один из, как бы, краеважных углов, которые в то время мужчины страхуются. А, то есть, любое решение по размещению, одним словом. Вот смотрите, мне важно, Артем. То есть, сначала мы с вами, например, мы с вами, например, сотрудники безопасности, мы с вами оцениваем, куда противник мог бы поставить снайперов, верно? В том числе. В том числе. И, стало быть, ставим туда либо, а, наших снайперов, которые будут контролировать высот каких-то, да, либо наших сотрудников безопасности, которые предотвратят появление снайпера в этих точках, верно? Не, ну, работа против снайпера – это столовый комплекс, в том числе и технические средства, огромные задействованные в этом направлении. Это столовый комплекс. А если он начинает сновать по Москве, представляете, сколько квартир смотрят окнами на точки проезда? А если он проезд, там бронированная машина, а если он взял и остановился у толпы москвичей? Ну, там, ну, он просто так не останавливался у толпы москвичей. За месяц до этого будет известно, где он остановится, как минимум. А вы помните Михаила Сергеевича Горбачева, дай ему бог здоровья, который останавливался, где ему впендюрится? Это нам так казалось. Нет, правда. Ну, в таком случае, скажем, ну... Правда, я видел. Вот смотрите, я видел, я был свидетелем конкретно. У меня Леонид Придорогин, оператор, его распяли, бросили на капот президентской машины, горбачевской машины. Его наша охрана просто швырнула с камерой, он почти в стекло улетел. Там абсолютно было все случайно. Он остановился на выезде с Олимпийского объекта в Барселоне, Горбачев, и пошел к людям. Просто ему захотелось, понимаете? И дальше начался ужас. Вот этот парень наш, который ходит в плаще с автоматом, его еще не успели посадить в машину. Это началась беготня дикая. Ну, Лилин, я считаю, что в таком случае, я просто не в курсе этого случая, но это в общем-то полный провал. Ему не должны предать это сделать. Как бы он не хотел. Но он это делал. Горбачев выходил вот так. А еще вопрос касаемо оружия, проверки. Ну, если вам действительно этот вопрос интересен. Да, интересен, да. Есть такой сайт, называется Guns.ru. Там огромное количество людей, владельцев оружия. Guns.ru. Guns как оружие, да. Да, Guns.ru. Там, в общем-то, активно это обсуждается. Там в том числе и есть люди, которые живут в этом районе. В общем-то, пока непонятно, да, была ли масса какая-то системная проверка. Либо она была точная. Я думаю, в любом случае, если проверяли нарезное оружие, да, которое действительно может работать на большом расстоянии. Вот. Не то, что проверяли владельцев травматического и гладкоствольного оружия, да, потому что, ну, тактические, характеристические, несколько другие его оружия. Понятно. Нарезное это военные карабины, вот эти старые пятизарядные, которые на охоте используются. Почему? Ну, автоматические уже, которые свободны для продажа. Тоже продаются, да? Ну, тигры, это как бы база СВД. Артём, вы исключаете возможность того, что во всеобщем бардаке какой-нибудь человек среднего звена выводит снайпера на позицию? Исключаю. Исключаете абсолютно. Спасибо. Артём, человек, который служил в безопасности, который разбирается в этой теме и, честно говоря, вызывает доверие, потому что вы слышите, в нём слышен человек, специализирующийся в этой теме. На ГАНС.ру, ГАНС как оружие, ГАНС.ру, не ГАНС, а ГАНС.ру, люди обсуждают в форумах вот эту тему, что никто не проверял оружие по маршрутам следования Обамы, а милиция утверждает, что проверяла. А как раз вот очевидцев живых, которых кто-нибудь проверял, совершеннейшим образом нет. Понимаете, как удивительно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте, Сергей. Да. Вот у меня такой вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Да, Наталья. Я была, например, участником халатности. Да. И у меня вот, ну как получилось, потому что я ехала мимо Кремля, и, видимо, ГАИшник, не знаю, не заметил меня, но он меня пропустил ровно с кортежем. Ага. По-моему, минимум премьера. Вот. И в итоге меня зажали какие-то два джипов там с оружием. Ага. Мне вот интересно, они бы выстрелили или нет. Да, 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 да. Они бы выстрелили. Это была вот именно халатность. То есть, на самом деле, я перепугалась так, я оттуда потом минут 15 не могла уехать просто от шелка, потому что вот это оружие, которое направлено на тебя, это ужас вообще. Это неприятно. Наташа, пока вы с нами, я вам расскажу случай. Я однажды был свидетелем и участником подобного же мероприятия. На мосту, с которого Павел Грачев стрелял по парламенту, помните? Угу. Шла машина. Шла машина медленно. Это был период, когда Алексей болел, его везли. Мерседес очень красивый шел. Значит, и он шел 50 километров в час, и металась, как сумасшедшая машина сопровождения, еще одна, которая запрещала всем обгонять. То есть, мы шли такой колонной за Алексеем, который ехал 50 километров в час, а какая-то безумная машина всем запрещала обгонять. И неважно, справа-слева, он ехал в левом ряду. Значит, я, когда я понял уже, что по-настоящему можно, мне надо было на набережную соскочить, сюда вправо. Когда я понял, что уже им метров 30 до этого поворота, а мне вправо уходить, и мне не надо их обгонять, бог бы с ними. Я ломанулся вправо, и эта машина тоже за мной вдруг, потому что они думали, что, может быть, я прямо пойду, правым маневром таким, да? И они тоже выставили автоматы, и выставили автоматы, и это действительно неприятно. Но тут же я подъехал к милиционеру, чтобы пожаловаться, и милиционер сказал мне, тут на углу стоит, знаете? И он сказал мне, убьют, им за это вообще ничего не будет. То есть, ФСО наделено правом на отстрел тебя, и им за это ничего не будет. Тогда надо было бы еще и до этого гаишника, который... А знаете почему? Потому что их всегда много, они будут свидетельствовать таким образом против вас. Они будут свидетельствовать, во-первых, против трупа, а во-вторых, они всегда обоснуют эту служебную необходимость. Они расскажут, как вы достали там какую-то тоже вещь, похожую на оружие, понятно, да? Например, пластилиновый какой-нибудь пистолет, но они не могли определить, настоящий он или нет, и поэтому вас убили. И так далее, и так далее, и так далее. Может быть, это был бумажный пистолет, понятно, да? То есть, они убьют, и ничего вам за это... им за это не будет. Вот так, держитесь, держитесь, держитесь. То есть, мы все время живем на маленькой войне. Это маленькая война проезда первых лиц государства. Эта маленькая война заключается в том, что мы все под подозрением. А сейчас, когда Обама, мы под тройным, четверным, пятерным подозрением, понимаете? В глаза не смотреть, как нам надо себя вести, не знаете? В глаза не смотреть, при первом намеке бросаться на землю, руки за голову, да? Да, я думаю, так. Может, так уже и лечь, прилечь где-то уже, руки за голову и полежать. Помсти, помсти. До среды полежать чуточку, руки за голову. Вот это пишет на Ганс.ру. Тема, я нашла на форуме. Обама приезжает, Сокол пишет, в понедельник надо бы цветов купить, не забыть. Надо бы цветов купить, не забыть. Если кто-то спрашивает, куда он приезжает, тут же на форуме Ганса. Да, на Ганс.ру идет обсуждение приезда Обамы. И один пишет, Сокол пишет, цветов надо купить, не забыть. А следующий его пишет, а куда он приезжает. Вот это хорошие люди. 10.44, погнали дальше. В эфире Русская служба новостей. Он прошел горячие точки бывшего СССР. Работал в Сербии, Ираке, Ливане. За его спиной больше ста командировок на войну, три ранения и сотни репортажей из районов боевых действий. Владислав Шурыгин и его комендантский час. Каждый понедельник мы говорим о войне, армии и военной истории. Комендантский час на Русской службе новостей. В эфире Русская служба новостей. Подъем. За сутки пять трупов, 135 человек в больнице, передозировка героина. Что-то с героином произошло. Если вы разбираетесь в этой теме, наберите 788-107-0. Именно знаете последние. Может быть, вы работаете в скорой. Может быть, вы работаете в больницах, в которые привозили героиновых за последние дни. Может быть, вы сами близки к сообществу героинистов. А может быть, вы наркоборец. Есть наркозависимый. Нет, есть наркозависимый, есть наркодилер, а есть наркоборец, который борется. Наркоборец, который наркоборец. Наркоборец. Понимаете? Может быть. Тогда позвоните, пожалуйста, 788-107-0. Что-то невероятное. 5 человек. Умерли 135 человек в больнице. Столичные медики бьют тревогу. Об этом пишет Life.ru. Но я хочу обратить внимание, что вот на что, Настя, что есть подозрение, что героин, партия, пришла свежая партия, какая-то очень большая партия героина в Москву, которая необычно чистый, то есть необычно концентрированный. Его разбавляют, как если бы он был менее концентрированным. И огромное количество трупов и отравленных, там остановка дыхания, там остановка сердца. Что-то невероятное творится в Москве. И как будто бы думают, что, может быть, наркоборцы, вот джентльмены из наркополиции, которым не посчастливилось увидеть рассвет, они, возможно, тоже дернули этого чистого героинчика. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Сергей. Да, Сергей. Что случилось? Я по поводу вчерашнего ДТП на РКБ. Нет, извините, я абсолютно принципиально все-таки держусь в верстке. С этим проблема, я понимаю, больше, может быть, вы даже и свидетели, мне ужасно было бы интересно с вами поговорить. Но верстка и сверстка. 135 человек госпитализировано в выезда скорой. Москва стонет от героина новой партии героина. Пришла какая-то новая партия героина, которая существенно более концентрированная, чем прежде. 7-8-8-107-0. Если вы об этом знаете. 7-8-8-107-0. Если вы разбираетесь в теме, если вы наркозависимый или нарковрач или наркоборец, наркоборитель такой. Расскажите нам, пожалуйста, об этой проблеме. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я врач скорой помощи, это действительно так. Но тут по поводу партии хочется, конечно, тут юмор такой. Я думаю, демократическая партия. У наркотиков приехал. Скажите. Ну, что же, что же, проблема. Да, какая ситуация? У нас есть проблемы в оказании помощи, потому что молодые люди и, соответственно, они неадекватны по тем, как бы сказать, схемам, которые врачи обучены. Ведь в медицинском. Алло. Не готов просто. Как вас зовут, как вас зовут? Я не записываю. Дмитрий. Да, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, это действительно вопрос дней. Вот когда это обнаружилось, что вдруг пошли вызовы один за одним? Ну, я думаю, последнюю неделю. Последнюю неделю. Насколько я, так насколько я, как бы сказать, знаком с этим. А как и с этим бороться? Что, рассказать всем наркошам, что надо бодяжить посильнее? А что им расскажешь? У них мысль одна, как говорится, как уколоться и забыться. Поэтому и со стороны медицины... Эх, 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 не я. Увы, не я, не я, не я, не я. Сорвался звонок. Дмитрий работает в скорой помощи. Он говорит, что последнюю неделю очень обращает на себя внимание количество вызовов к людям, отравившимся от передоза. Этот передоз связан в частности с тем, что что-то новое, какой-то новый заброшен наркотик, в смысле, как будто бы слишком чистый. Понимаете, как плохо, когда слишком чистый? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? А вы знаете, а пусть все дохнут. Это очень здорово даже. А нет, а по-человечески не здорово. Ну, я бы не сказал. Это уже получеловеки. Все равно мы тогда будем не человеки, если мы будем. Понимаете как? Если мы не проникнуты сочувствием к людям и к спасению людей, то мы будем не человеки. Все-таки лучше жалеть, лучше жалеть, чтобы себя сохранить. Это уже ближе к христианской теме. А, вы не христианин, нет? Нет, нет. А кто же вы? Ну, наверное, агностик. Агностик. Вы знаете, тут проблема. То есть, потому что агностика означает, что вы не верите в познание. Отчасти. Хорошо. Я хотел обратить ваше внимание на различные понимания термина. То есть, атеист, наверное, все-таки. Хорошо. Мы говорим о участившихся абсолютно существенной волне отравлений героином. Алло, здравствуйте. А, доброе утро, Дмитрий. Да, Дмитрий. А где-то с месяца назад в подъезд мой заехали цыгане. Да, а заехали в смысле в квартиру или живут прямо в подъезде? В подъезде. Прямо живут в подъезде, как интеллигентно. Нет, ну так, нет, 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 обожди, неправильно поняли. Да. В моем подъезде, там, в соседней квартире. А в квартиру все-таки? Ну, они неплохо себя чувствуют, цыгане. Торговля наркотиками, она приносит... А вы обращались к кому бы то ни было по этому поводу? То есть, вы видели или они просто вызывают у вас некое подозрение или предчувствие? Или вы знаете? Ну, мне 30 лет, и я вижу со стороны наркомана, как они себя ведут. Они просто кишат здесь. Очень много молодых людей и девушек. Понимаете? То есть, вокруг этой семьи множество молодых людей, которые приходят к ним по какой-то надобности. И вы подозреваете, что это как раз наркоманы? Это все происходит на улице, понимаете? И цыганята маленькие, да? Они там... Происходит передача деньги, наркотик, деньги, наркотик. А что ваш участковый? Он трепет их каким-то образом, трепет их за челочку. Походит к ним на чай, может быть. Вы видите участкового? Какова роль участкового в этом процессе? Он, может быть, приходит к ним играть на семиструнной гитаре, учиться, что-нибудь такое. И за это получают гонорар. Нет, правда, вы не видите участкового? Нет. А вы и сами почему не заявляли, не писали? Почему? Ну, вот я поэтому и звоню, да? И хочу, чтобы вы мне подсказали, куда звонить. Идите, у вас инет, инет, есть инет. Вы зайдите на федеральную службу по борьбе с оборотом, раз. И знайте еще куда-нибудь, чтобы они за ними присоединились. То есть разным людям. Напишите, так это, знаете, может быть, одну и ту же штучку, полстраницы, да и пульните ее в разные адреса, и все, нет проблем. То есть в федеральную службу по обороту наркотиков раз. А чтобы за ними присмотрели ФСБ еще и скажите. И так далее. Представляете, какой-то шорох пойдет, потому что они обязаны прореагировать на бумажку или на e-mail, они обязаны реагировать, мне кажется. А давайте еще по-другому. Давайте вот как бабушка, дедушка, например, тоже усмотрели вот эту грязь, да? Как к ним достучаться, до кого достучаться? И среди, да? Нет, но когда бьешь тревогу, всегда бьешь тревогу. Не знаю, как бабушка, дедушка. Бабушка, дедушка тоже услышат. Слышат. Или вы думаете, что их задушат соседи-цыгане? Нет. Да нет, цыгане задушат. Да нет, ну равнодушие, конечно, равнодушие помогает. О чем вы говорите? Ну равнодушие, спасибо. Вот вы же неравнодушный. Вот они от вас и съедут. Все, спасибо большое. На самом деле, мне кажется, что равнодушие помогает. Итак, слушайте, внимание. Кто-то еще знает именно об этой волне героиновых отравлений в Москве. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Ну вот, начинается. Хорошо, не получилось. Не получилось же, да? Считается, что не получилось. Вот, сорвался наконец звонок. Еще мгновение. Если вы знаете об этой волне героиновых отравлений в Москве, дайте нам знать, что это. Алло, здравствуйте. Это Даренко, да? Да, это Даренко. Вы врач? Вы врач? Нет, я не врач. Вы не врач, но вы наркоман или вы наркоборец? Нет, я коммунистка. Хорошо, отлично. Коммунистка может быть наркоборцом, мне кажется, скорее. 10 часов 53 минуты, мы движемся дальше. Погнали. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Болит спина, позвоночник, суставы. Вы больше не можете жить с болью. Пройдите процедуру криоблокада. В очаг боли вводится жидкий азот, блокируются болевые рецепторы, и вы не чувствуете боли долгие годы. Главное, процедура занимает не более часа. Пройдите процедуру криоблокада и избавьтесь от боли в позвоночнике и суставах на долгие годы. Записывайтесь в очередь на процедуру криоблокада по телефону 787-03-03. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-99-63. Она не боится выглядеть смешной. Она не боится казаться наглой. Она считает, что она права. Атака Марии Сергеевой. По средам в 3 часа дня. Держи удар. Вступай в спор. Атака Марии Сергеевой. На РСН по средам. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 10.55. Где едете, что видите? Особенно расскажите нам о мерах безопасности. Если вы въедете и видите какие-то красивые меры безопасности. Напомню, к нам через 2 часа 30 минут приезжает планетарный начальник Барак Хусейнович Обама. Алло, здравствуйте. Планетарный начальник. Алло, здравствуйте. Инспекция будет проверять, как вы, русские, справляетесь с вверенной вам страной. Алло, здравствуйте. Историей, миссией и так далее. Алло, да. Алло, здравствуйте. Евгений. Да, Евгений. Где эти штуки миссии? Ну, в процессе мира здесь свободны, в принципе, в обе стороны. А ситуация по поводу безопасности была. Я вот после работы еду сегодня на охоту. Да. У меня с тобой ружье с оптическим прицелом. Ну, меня остановили здесь как бы проверять. И вместо того, чтобы спросить, куда я еду и чего, там, спрашивали, куда я на охоту еду, на кого поеду охотиться, там, и так далее. А у них такой способ, а они при этом смотрят в глаза. А мы и вас спросят, а на кого вы пойдете охотить? Да, я говорю, на черного бурого медведя, наверное, там какого-то. Нельзя, а таки говорить слова, говорите, лучше на белого медведя, на какого-то. Тоже нельзя, прошу прощения. Все-таки С-класс обновили, как вы и говорили. Обновили, но это расстайлинг, это же не новая модель. Ну, все равно менять придется, как бы. Ой, судьба тяжелая. Спасибо большое, спасибо большое. Хорошо, еще быстро звонок. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Варшавское шоссе... Как вас позвать, как позвать? Виктор. Виктор, да. Варшавское шоссе от МКАДа, в центр, да, метро Пашка, стоит плотный поток. Стоит, спасибо, хорошего дня. А в Подольске пробок нету? В Подольске не было пробок. Спасибо, Виктор. Хорошего дня вам, Виктор. Счастливо, счастливо всем. Так вот, у Светы Матвеевой обалденный материал про мальчика, который 43 года играл на Умбелдоне. И теперь сподобился победить мальчик. Мальчик уже седой, но он победил. А мы с Настей удаляемся. Настя вернется к вам в 11, говорит здесь с журналистами «Известий». А мы, а я удаляюсь за этого. Во, я удаляюсь. Я пойду и проживу его этот понедельник, 6 июля.